Пинская епархия отметила 35-летие со дня возрождения. В честь юбилея в городском храме Воскресения Славущего состоялась божественная литургия, которую возглавил глава-метрополит Минский Изославский, патриарший экзарх всей Белоруссии Вениамин. Какие еще события приурочили к светлой дате, расскажет Татьяна Будгусаим. Величественный храм Воскресения Славущего. Бывший кинотеатр «Дружба». Он был построен в советское время на фундаменте древнего храма святого великомученика Феодора Тирана, небесного покровителя Пинска. После реконструкции вновь обрел свой религиозный статус. Кафедральным собор стал в 1995 году. Именно здесь проводят службы правящий архиерей. Нынешнюю божественную литургию возглавил патриарший экзарх сия Белоруссии. Повод особо значимый. 35-летие со дня возрождения Пинской епархии. Уже в 14 веке центром Туровской епархии стал Пинский не случайно. Он был одним из 15 крупнейших городов Великого княжества Литовского. В городе над Пиной насчитывалось 16 православных храмов. Пережив гонения, войну и застойный 40-летний период, Пинская епархия была восстановлена определением Священного Синода Русской Православной Церкви. Для меня это особо важно, потому что там, где находится алтарь епархии, там был мой кабинет. И я была первая, кто всех заставлял поскорее освободить рабочие кабинеты, чтобы открылась наша епархия. По-настоящему, скажем так, искренние чувства испытываем во время прихода в храм. Ну и сегодня, скажем так, юбилей у епархии Пинской. И вот с семьей, да, мы молодая семья, скажем так, решили посетить в очередной раз наш храм. Пинская епархия сегодня это более 180 приходов, 8 благочиней и один женский монастырь. И возобновление деятельности Свято-Варваринского монастыря и собора, распространение православной веры на Полесе большую роль сыграл ныне покойный архиепископ Стефан Корзун. Историю Пинской епархии невозможно представить без имени архиепископа Стефана. Он возглавлял ее 32 года. За это время было построено более 80 храмов, совершено 327 рукоположений, а приходская жизнь налазилась в 60 новых приходах. Уроженец Червенского района за чистоту веры, искренности, сохранения церковных народных традиций, полюбил Полесе и Полешуков. Поддержал Стефан и начинание Пинской второй гимназии по духовно-нравственному воспитанию школьников. Владыка Стефан очень много трудился с большой любовью, самоотвержением, особенно в последние годы могу лично об этом засвидетельствовать для Пинской епархии. И те люди, которые с ним непосредственно общались, хранят добрую память. Важно, чтобы эта память сохранялась и в подрастающем поколении. Миссию по сохранению памяти и воспитанию в детях духовности, нравственности и патриотизма теперь будет нести городской ресурсный центр, созданный на базе гимназии. Сначала мы вводили факультативные занятия основы православной культуры. Потом начали добавляться воспитательные мероприятия в круглогодичном цикле православного календаря. Потом мы нашли педагогов-единомышленников, с которыми реализовали три инновационных республиканских проекта. Сегодня гимназия – это площадка для учащихся города, которые могут участвовать в мероприятиях, проводимых совместно с Пинской епархией на протяжении всего года. Следующий шаг – увековечивание памяти высокопреосвященнейшего архиепископа Стефана через присвоение гимназии его имени. Работа в этом направлении уже ведется.